В Министерстве сельского хозяйства при Амуре завершили прием заявок на благоустройство скверов, улиц и памятных мест по одному из направлений государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она реализуется по инициативе президента Владимира Путина. На поддержку рассчитывают 13 муниципалитетов. Жители совместно с администрациями районов и округов подготовили 39 проектов. Больше всего в Архаринском и Благовещенском округах по 7 предложений. Среди них организация зоны отдыха в Новосергеевке, детских игровых и спортивных площадок в Аркадьевке и райцентре Архаринского округа. А в Благовещенском округе в том числе планируют произвести отделку фасада ДК в Грибском, оборудовать сцену в Новотроицком, сделать ограждение у школы в Новопетровке. Белогорский округ представил на конкурсный отбор 6 проектов, Тамбовский – 5, Магдагачинский район – 4. По две заявки поступило от Сержевского округа и Константиновского района, по одной из Бурейского, Завитинского, Ромнинского округов, Октябрьского и Свободненского районов, а также посёлка Прогресс. Все проекты будут рассмотрены в Министерстве сельского хозяйства России, сообщили в правительстве Амурской области. Дома, которые признаны аварийными после паводка 2019 года, планируют снести в Мазановском районе. Прокуратура Мазановского района провела проверку и установила, что на территориях двух сельсоветов в селах Путятина и Практичи имеются аварийные и подлежащие сносу строения. Однако, как сообщили в областной прокуратуре, в течение пяти лет органы местного самоуправления мер к сносу не принимали. Суд удовлетворил требования прокурора. Установлен 12-месячный срок для исполнения судебного решения, которое в настоящее время в законную силу не вступило. Нарушители в заказнике. Неизвестные устроили рыбную ловлю с сетями на реке Орловка, расположенной на территории одноимённого заказника в Мазановском районе. Браконьеров обнаружили с помощью квадрокоптера. Свидетелями преступления стала оперативная группа во главе с директором Норского заповедника, в чьём ведомстве находится Орловский заказник. На злоумышленников составили три административных протокола за нахождение в заказнике и незаконную ловлю рыбы. Им придётся заплатить штраф от трёх до четырёх тысяч рублей, рассказали в пресс-службе заповедника. Солисты и творческие коллективы из разных уголков Амурской области и Хабаровска устроили в северной столице нашего региона большой праздник. Там прошёл Дальневосточный фестиваль самодеятельного художественного творчества «От Байкала до Амура». 8 мая галоконцерт фестиваля дал старт череде юбилейных событий, посвящённых празднованию 50-летия с начала строительства БАМа. При создании программы артисты изучали архивные документы, фото и видеоматериалы, музыкальные произведения. Совместные номера репетировали дистанционно. Я часто вспоминаю, как на призыв строить Байкала мустую магистраль, открытуюсь в север в публике СССР. Битвы за комсомольские путёвки разворачивались нешуточные. Дайга не хотела отступать. Дайга упряма. Но разве нас остановить? Ребята БАМа сквозь холод и летний сной, сквозь стоп и края весной, шли вперёд. Мы каждый день вступали в бой с погодой и большой тайгой. Это мы, ребята БАМа. Известные композиции, посвящённые БАМу, зазвучали по-новому, связав 70-е годы прошлого века и наши дни. Хореографические и вокальные номера погружали в атмосферу легендарной стройки и были наполнены комсомольской романтикой, лирикой и духом патриотизма большой страны. Программа готовилась у нас почти два месяца. Программа очень сложная в плане того, что дистанционно у нас сводились номера, у нас писалась музыка специально к этому мероприятию. Вообще это эксклюзивная, я считаю, что эта программа достойна большого внимания зрителей, не только тынды, но и всей Амурской области. Я думаю, что мы её обязательно покажем ещё в столице нашего региона. В завершении гала-концерта на сцену вышла известная амурская рок-группа «Блокада сердца». На следующий день, 9 мая, артисты представили жителям и гостям тынды концертную программу «Этноамурский стиль». Участниками событий стали творческие коллективы и солисты из Хабаровска, Благовещенска, Свободного, Райчихенска, Тынды, Ромнинского и Тындинского округов. Сразу две амурские семьи прошли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Окружной полуфинал состоялся во Владивостоке с 10 по 12 мая. В честь своих регионов отстаивали 70 команд, шесть из них из Преамурья. В течение трёх дней конкурсанты выполняли целую серию интеллектуальных, спортивных и творческих заданий. Их ждали познавательные лекции, мастер-классы, открытые дискуссии и экскурсии. Сам финал конкурса пройдёт с 5 по 8 июля. Победители получат сертификаты на 5 миллионов рублей, которые могут направить на улучшение жилищных условий. А финалисты отправятся в путешествие, сообщается на сайте Амурского правительства. Когда мы говорили про участие в конкурсе, для нас было главное не выйти в полуфинал, не поездка в Владивосток, а именно создать какой-то банк воспоминаний семейных, которые мы потом сможем передать нашим детям, которые смогут посмотреть наши внуки, увидеть своих прабабушек, прадедушек, с ними познакомиться. Ну и привлекали видеоролики. Мы не только родителей, привлекали бабушек, чтобы сохранить о них память на долгие годы вперёд. Соответственно, этот конкурс нам не только даст какие-то подарки, призы, он нам даст ценные воспоминания о нашей семье и информацию о нашей семье, нашим детям. Через всю страну. 52-летняя амурчанка на велосипеде доехала до Москвы. 8,5 тысяч километров она преодолела в одиночку. Сколько себя помню, всегда с велосипедом, рассказывает амурчанка. Последние 10 лет активно занялась велотуризмом. Вдоль и поперёк проехала Амурскую область, Дальний Восток. Успела побывать на Алтае, в Крыму, Абхазии и даже Кубе. А в прошлом году решилась на маш-бросок. Благовещенск, Москва. Мечта о федеральной трассе была давно. Потому что путешественники ездят. И если ты уже когда-то встал на этот путь, то километры растут, желания растут, аппетиты растут. Уже до этого я много где объездила. И я собиралась это сделать в тот момент, когда я выйду на пенсию. Семейные обстоятельства у меня кое-как трагическим образом изменились. И поэтому, чтобы справиться со своими какими-то внутренними проблемами, я вышла весной 13 мая в сторону федеральной трассы, села и поехала. И 16 сентября я въехала в Москву. Посмотрела блоги велопутешественников. Сама разработала маршрут. Купила котелок, солнечную батарею, стульчик и большую тележку. Правда, еще в Преамуре оставила все у друзей. И дальше отправилась налегке, рассказывает Оксана. Сумка с дорожными принадлежностями – обязательно средство защиты. До сих пор вспоминает, что однажды чудом не встретилась с медведем. Задача на день – 100 километров. О каждой маленькой победе рассказывала в своем блоге. Ехала в Забайкальский край. Да, резко отличается. Глазу, конечно, есть где разгуляться. Но вон там еще снег лежит. Чита, Улан-Удэ, Омск, Томск. Оксана не просто проезжала населенные пункты, знакомилась с историей и архитектурой. Говорит, приятно было видеть, что города обновляются, реставрируются, развиваются. Пока ехала по Преамурью, таких же желающих доехать до Москвы на велосипеде не встречала, смеется Оксана. А вот в западной части страны велотуристы на трассах – обычное явление. Там к ним и относятся проще. Разрешают ночевать рядом с гостиницами, заправками. Ведь встречаются и те, кто выгонял с выбранного места. Но хороших людей больше, утверждает женщина. 8,5 тысяч километров до столицы России растянулись на 4 месяца. И, как запланировала, амурская туристка в 12 часов въехала на Красную площадь. Несколько месяцев Оксана гостила у своих сыновей, объезжала соседние регионы, побывала в Средней Азии. В родной Благовещенск вернулась почти через год. Как будто заново родилась. Духовно и физически, говорит путешественница. Уверена, такой опыт нигде не получить. На этом программа завершена. Если в вашем селе или городе произошло интересное событие, делитесь. И мы расскажем о нем в эфире Амурского областного телевидения. Я желаю вам всего доброго. И пусть в ваш дом приходят только хорошие новости. До свидания.